Девушки отдыхают 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 Контроль. Дважды в месяц по околотку проходит вагон-путиизмеритель. И каждый раз дорожный мастер просматривает ленту предыдущего прохода-путиизмерителя. Сравнивает новую запись с предыдущей. Видит, где бригада устранила дефект, а где появилась или может возникнуть неисправность. Планирование. Следующее звено системы. Пронович вместе с бригадирами пути анализирует данные путиизмерительной ленты. Выясняет причины возникновения дефектов. Намечает меры по их устранению. Ленту раздает бригадирам. Он научил их читать запись на ленте и использовать ее в работе. В любую погоду, не считаясь со временем, дорожный мастер на перегоне проверяет качество выполненных работ. Уточняет задания на завтра. Так поступают и бригадиры. Знания и опыт помогают Проновичу квалифицированно спланировать двухнедельный график текущего содержания пути. В первую очередь, неотложные работы. Потом плановые, предупреждающие появление неисправностей. На колодке три рабочих отделения. Здесь эффективно применяют кольцевой график. Как правило, кольцо замыкается через две недели. Умелое планирование не нарушает кольцо. И в этом мастерство Проновича. Высокое качество выполнения работ – третье звено системы. Что отличает околоток Проновича – порядок и организованность. Здесь все четко продумано. И доставка людей и инструмента к месту работы. И соблюдение технологии содержания пути. Перешивка пути – дело обычное. Монтеры работают быстро, уверенно. Умеют ценить рабочую минуту. Дорожный мастер постоянно в бригадах. Передает рабочим свой опыт. Учит их творчески относиться к труду. Все делать качественно. Высокое качество ремонта и обеспечивает безопасность движения. При производстве путевых работ монтеры не допускают нарушений правил техники безопасности. В результате на околотке не помнят случаев брака или производственного травматизма. Стык – одно из наиболее ответственных мест в конструкции пути. К нему особое внимание. Очень важно закрепить противоугоны. Выправка пути в профиль. И тут виден почерк Парановича. Когда нужно, он и сам берет в руки электроинструмент, показывает, учит, объясняет. Все делать своевременно и добросовестно. Принцип Парановича и его бригадира. Перед началом работы бригадир проводит инструктаж по технике безопасности. Следит, чтобы место производства работ было правильно ограждено. И только после этого приступает к рихтовке пути. Рихтовку бригадир ведет с ювелирной точностью. Бригада, завершив любую работу, выправку или перешивку, перед уходом отрихтует и тот участок, где работала. Электроболостер с рихтовочным устройством приходит по графику. Его всегда ждут на околодке. Постоянная забота путейцев обеспечить надежность раздельного скрепления безстыкового пути. Уход за ним ведется в течение года по методу Держинской дистанции пути Горьковской дороги. Монтеры заменяют негодные элементы, смазывают и закрепляют болты. Но от воздействия проходящих поездов, влияния атмосферных и других факторов могут возникнуть новые дефекты на пути. И снова контроль. С помощью рельсовых дефектоскопов, путиизмерительной тележки, скоростного вагона путиизмерителя. Лента подтверждает. Бальность пути на Верейцовском околодке отличная. Как правило, она не превышает 3-5 единиц. Тяжеловесные поезда идут без ограничения скорости. Особенно это важно сегодня, когда каждый железнодорожник несет ответственность за 100-тонную прибавку к среднему весу поезда. Александр Андреевич много внимания уделяет организации работы на переезде. Знает, в обеспечении безопасного движения поездов нет мелочей. Всегда приятно и с дочерью встретиться. Кстати, жена Александра Андреевича тоже путеец. Можно сказать, династия Проновичей. В обеспечении безопасности движения поездов нет мелочей. Особенно на переезде. Как член Совета общественных инспекторов дистанции, дорожный мастер привлекает к работе дежурных по переезду, монтеров и бригадиров путей. Они проверяют, разъясняют. Ведут пропагандистскую работу среди населения. Мастер заботится о повышении квалификации монтеров и бригадиров путей. Учит их тому, что знает и умеет сам. Знакомить с опытом путей с инноваторами, техническими новшествами. Одно из занятий было проведено на месте работы новой машины для смены стрелочных переводов. Монтеры получили практические навыки укладки стрелочного перевода блоками, которые были предварительно смонтированы на производственной базе. Эту машину создали ученые Белорусского института инженеров железнодорожного транспорта в содружестве с путейцами белорусской дороги. Новая технология значительно повысила производительность труда, качество сборки и укладки стрелочных переводов. Субтитры создавал DimaTorzok Руководство, партийные и профсоюзные организации дистанции Александр Андреевич Паранович заботится о быте людей и верецовцы трудятся на совесть. Здесь нет текучести кадров. Людей привлекает порядок, дисциплина, стиль и метод руководства рабочим коллективом. Коммунист Паранович – депутат сельского совета. Идут к нему люди. Знают, Александр Андреевич поможет. В День Победы я увидел Александра Андреевича среди ветеранов войны в Минске. И очень обрадовался этой встрече. Вспомнил его рассказ о том, как он воевал, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши. Победу встретил на Эльбе. И удивился скромности этого человека. Настоящего Трушенко. Герой социалистического труда, почетный железнодорожник, новатор, человек слова и дела. Такие, как он, и призваны решать хозяйственные, воспитательные и социальные задачи, намеченные в основных направлениях экономического и социального развития страны в новой пятилетке. Редактор субтитров А.Семкин